друзья всем привет с вами санек и сегодня некоторые доработки вот этой штукенции в плане того комфорта будем так говорить давайте сейчас покажу быстренько что было сделано и начинаю он что-то привез мне надо пол трактора собрать все погнали итак первым делом что было доработано мужики вот здесь вот здесь стояло два у таких вот винта болта под шестигранник вот и чтобы будет называть головой до чтобы либо поднять либо опустить до переместить по стойке их надо ключиком отвинтить опустить и обратно завинтить но геморрой если честно с ключиком суд этим полнейший поэтому избавился от них это первым делом между ними просверлился с этой стороны нарезал резьбу а с этой стороны установил такой же винт то есть теперь когда вот идет отпущены да можно перемещать крутилочкой а можно отпустить винт переместить по резкому притянул все дальше уже как-то более точно подстроился зажимом и работой либо там чуть-чуть его надо в сторону повернуть довернуть да намного удобнее стало и комфортнее работать вот этим вот зажимом так дальше дальше всем известные китайские кусочки было я их мужики не покупал это мне серёга солодонская подогнал стойка была для дрели и вот это приблуда ну так продается он в каждом хозяйственном ерунда полная во первых сюда толком ничего не залазит это капец это капец по итогу что было решение принято сделать нормальные универсальные кисочки чтобы они подходили не только для стойки но и в мастерской можно было ими удобно и комфортно работать я их мужики сделал это быстро зажимные тисы вот такого плана гаечка откидывается эти точки перемещаются дальше только дожать дел размеров никаких говорить не буду мужики делал по месту то есть под вот эти вот прорези также вы страна выставлял здесь все это дело более-менее чтобы она все совпадало как говорится и вот так и можно их закрепить либо так либо так получилось довольно такие мужики неплохо вес вес вот этих тисочков я их взвесил он лежит canter 560 грамм вес этих тисочков 5 килограмм 600 грамм ну такие вот дела то есть те кто пользуется да вот такими вещами это я уже вот понял буквально поработав немного с ними когда достаешь сверло они запросто могут вместе заготовкой со сверлом подниматься с этими тисами их уже потестил они из-за того что свой тяжелый сверло спокойно выходит из заготовки не сдвигая не поднимая эти тисы и очень удобно их держать и контролировать вот как-то так давайте сейчас подробненько покажу как было сделано из чего сделано может быть кому-то и пригодится видосов как бы в интернете полно каждый все равно делает по-своему ну я их сделал такими чтобы они не только здесь работали но работали приносили пользу еще в мастерской все давайте сейчас поменяю ракурс так из чего делалось значит за основу за основу брался металл лист у меня был толщина 10 миллиметров я его раскроил вырезал по 5 сантиметров вот эти полосы сверлил все это на станке также вы сверлил тут и и коронками все это дело вот все замечательно распиливал уже понятное дело болгаркой значит за основу металл 10 миллиметров здесь я не стал заморачиваться вот эту пластину тупо и и сюда приварил под магнитные уголки под 90 градусов уголок который держит винда тоже он с 10 миллиметров губы из листа 12 миллиметров в них сделал распилы вот такие ни одна вертикальная и две горизонтальная одна чуть повыше другая чуть пониже для удержания каких-то вещей тяжеленький 5 600 по центру 8 миллиметров чуть выше 6 миллиметров 8 миллиметров только вот это вот пластина которая бегает между вот в ней нарезана резьба и здесь мужики закручены сверху болты снизу я себе закрутил пришлось бы ее тоньше ставить и они может и мешались бы а так они вот под винтом вообще не мешаются под отвертку закручивал все гайковертом здесь эти пластины приварены только с одной стороны вот эти направляющие как назвать внутри не провариваем это струбцина или винт от торцовочной по металлу есть у меня сломанная ну лежит и лежит делал уже конкретно по и его длине по этому винту здесь зазорчику зажатом состоянии до губа губе зазорчик где-то порядка четырех миллиметров вот это получается так максимум тебе сколько туда можно воткнуть между губами вот она уперлась до 14 и 8 то есть 14 сантиметров 8 миллиметров здесь расстояние такое же получилось вот не знаю почему ну как-то она сама получилось вот такие вот дела теперь спокойно можно вот сто на сто обрезок да вот сюда как не так сюда пожалуйста и работай хоть хоть как работай вот так вот такие дела мужики также уголки если надо держать уголок вот таким образом да либо вот таким образом зажать на мог просверлить вот как раз выйти распила он становится пожалуйста можно смело сверлить если есть в этом необходимость также можно в распил поставить край никуда он не сдвинется уже спокойно можно все это дело сверлить еще какие плюсы этого станка сейчас покажу ну не станка это из этих часов кроме того что они тяжелые и быстро зажимные так но еще один плюс то что я теперь могу что-то сюда мелкая зажать и работать отрезном станке этой стороны болты вот эти в этот уголок никак не мешаются и соответственно все это можно подводить и смело работать хоть хоть так что-то такое вот хоть так это еще один большой плюс этих тисочков дальше ну а дальше мужики обычные да тоже они кстати самодельные ну все как у всех из хлама и металлолома есть вот такие обрезки да вот как зажать обрезок горизонтального сюда можно конечно вот так вот все это дело зажать сейчас по-быренькому намаслаю вот как-то тут отметить но это опять же болгарку надо держать горизонтально плюс у не видно не видно где там чё там нарисовано особенно заглядывать это это капец вот такие вот вещи вот и надо вырезать что-то точно они получается вот такие вот вещи да ну какая-то вот выкройка была ну это металла еще что-то можно использовать куда-то вот такие вещи можно конечно зажать вот так ну интересно было все-таки работать когда как тебе удобно то есть вот это вот таким вот лист металла 25 на 25 тоже вот отрезать по линии это надо ставить его только вот таким образом и заглядывать смотреть неудобно все очень просто зажимаю кисы кисы как бы это не звучало смешно кисы в кисы до металл 10 миллиметров захвата мужики хватает за глаза прочности тоже даже можно что-то согнуть поскучать не бояться то что они сломаются до спокойненько зажимаю пожалуйста пилим и не боимся что куда-то что-то сдвинется вот так хоть так разметку видно замечательно также вот и треугольник как-то надо его там обработать может что-то еще там сделать нет нет проблем вот эти вещи да как угодно да как угодно зажал и выкраивая здесь никуда не денется удобно мужики очень удобно возможно придется когда-то вот так установить да зажать нет проблем с этим тоже заготовочку воткнул смотрят какие операции выполняют какие действия будем так хоть в ту сторону хоть в эту сторону мало ли удобно вот в таком исполнении как-то так плюс быстрый зажим который экономит и время и нервы что еще показать в принципе все я повторюсь еще раз в интернете видосов валом каждый говорится кто на что раст может кому-то пригодится как это называется в интернете нашел что продается это штука под названием струбцина для отрезного станка по металлу по крайней мере сам винты и вот это вот щеколда двигается вперед она даже в закрытом состоянии но назад только откидывать так что друзья кому понравилась идея да не идея вообще сама конструкция обязательно пишем комментарий оцениваем вот ну разница конечно ощутимая но этом пожалуй наверное все привезли мне вот немножко запчасти улин нужно собрать половину трактора так что всем пока скоро увидимся